Сейчас наблюдается падение спроса на приднестровскую продукцию, говорили на заседании президиума правительства. Больше всего это заметно на традиционных рынках наших экспортеров. Речь идет прежде всего об Украине, России и Молдове. Основная причина этого – разница в курсах национальных валют. Спад объемов производства наблюдается на многих предприятиях. В январе-августе 2015 года выпуск потребительских товаров по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизился на 19%. По итогам прошлого года 100 приднестровских предприятий сработали с убытками. Из них 38 относятся к отрасли промышленности. В этом году ситуация обострилась. По итогам первого полугодия 2015 года с убытком мы зафиксировали работу 131 предприятия. Из них 40 – это промышленные предприятия, 12 – это сельское хозяйство, 17 – транспортные организации. То есть сегодня действительно внешние факторы влияют на финансовый результат наших предприятий. В этих условиях Министерство экономического развития предлагает поддержать промышленные предприятия республики. Для этого правительство разработало соответствующую законодательную инициативу. В рамках поддержки промышленных предприятий мы предлагаем по итогам 2015 года не производить пересчет налогоблагаемой базы тех предприятий, которые получили убыток в 2015 году и в структуре себестоимости, которых продукция собственного производства занимает свыше 70%. То есть речь идет о так называемом налоге на убытки. То есть если организация получает убыток, то пересчет налогоблагаемой базы берется с уровнем 5% рентабельности. Мы предлагаем не производить данный пересчет. Предложенные меры были поддержаны на заседании правительства. Законопроект направят президенту для того, чтобы в режиме законодательной необходимости его рассмотрел Верховный Совет. Продолжение следует...